а все ребят всем привет я сейчас нахожусь еще пока в ло в нараяна центре у нас здесь проходил ретрит очередной и сегодня было его завершение то есть завтра мы уже просто у нас будут такие коротенькие поболтушки с ребятами и запишем отзывы чтобы вы могли послушать посмотреть что происходит с людьми насколько насколько вам это интересно будет насколько для вас это будет актуально и ребят еще у меня в личке достаточно много вопросов по алтайскому я не могу запомнить что где конкретно это будет но я могу сказать что в августе на алтае достаточно достаточно все забито и так как мы там делаем первый раз мы забронировали уже давно домик но он совсем не большой он мы туда можем пригласить только 10 человек вернее 9 у нас уже один человек сделал визу вот если еще не сделают визу то там уже может быть поменьше то есть ребята бронируют там у нас мы никак расшириться уже не сможем это однозначно то есть если мы в сочи можем добронировать какой-либо номер либо в соседнем отеле то здесь мы у нас домик он как бы будет отдельно от всего у нас будет своя территория да мне подсказывает что в топлинке есть вся информация полтай уже на вся есть вот поэтому в топлинке если что смотрите то что будет по каким ценам будет потому что я пока цена ли что я если честно не не помню вот смотрите присоединяйте но места строго ограничить вот там мы ничего сделать не сможем никак мы расшириться не сможем поэтому вот как-то так как прошел этот ретрит задают вопросы да конечно прошел великолепно опять были такие волшебные люди но это наверное словами не сложно передать потому что прожить вместе пять дней на четыре полных дня до это это про другое тем более у меня были ребята которые уже не первый раз на ретрите которые приху приезжают на встречи все время и и очень приятно что они каждый раз открываются они каждый раз находят себя все более глубинного более объемного более плотного и это абсолютно другие чувствования это абсолютно другие ощущения это конечно же клёво у меня сейчас достаточно много в личке скопилось и таких предложений что ребята хотят еще провести встречу в сочи и готовы тоже приезжать но мы наверное об этом тоже подумаем где и проводить потому что у нас не всегда есть возможность проводить ее безоплатно и в этот раз возможно у нас не будет такое такой возможности потому что в тот раз просто нам помогли и заплатили за зал это было поэтому очень клёво вот так давайте я по вопросам пробегусь алина еще вопрос как вы считаете необходимо ли посещать могилу умерших родственников по спасибо огромное за сердечки поддерживайте таким образом причем здесь могилой связь родом могила это ритуальность которая появилась не так давно она не имеет вообще никакого отношения к умершим абсолютно не похороны не могилы не вот эти вот слезы сопли на могилах нет конечно ребят вы когда вскрываетесь а вы вскрываетесь но вы быстро вскрывать вскрываетесь блин простите меня с этим брекетами с пробуксовка вечно я наверное к ним никогда не привыкну вы очень быстро вскрываетесь и вы можете видеть вы можете как 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 вы думаете куда уходят люди когда они умирают то что другая планета это какой-то не не знаю другая плотность другое пространство пространство это все единое и когда вы начинаете видеть несколько плотностей вы можете спокойно с ними общаться могила вообще ни при чем это как в доме вы можете в одной комнате сидеть да а можете по разным комнатам ходить так и в этой плотности плотности так в этом просто дина это плотности разные я очень плохо себя чувствую на кладбищах мне тяжело туда ходить зачем ты туда ходишь если тяжело ребят смотрите как мы часто как мы часто не доверяем себе как часто мы уходим от своих чувствований от своих ощущений а потом мы удивляемся вот я вот это сделала почему так вот я вот вроде вот так вот сделала почему так но именно потому что вы не слушаетесь вы не слушайте себя вы не слушаете свою душу когда душа уже начинает просто просто кричать просто орать просто рыдать через ваше тело вы и здесь замечать не хотите о чем вы хотите тогда что вы хотите от этого мира если вы не можете разобраться с самим собой добрый вечер со мной нет его но он теперь кругом да вот игрок ответил да так тоже можно ответить да здорово ребятки вы пока пишите вопросы и мы об этом обязательно темы сегодня как таковой нет я сегодня в таком в релаксе у нас если кто-то подписан на мои разные соцсети то наверное знает что у нас сегодня было как обычно после ретрита за и сейчас все пошли на отдых потому что у ребят были очень жесткие очень глубокие проработки и в этот раз в этот раз прям люди уезжают абсолютно другими то есть это не том что словили какую-то новую эмоцию словили какой-то какой-то новый инсайт нет это это уже видимо словили нового себя открыли нового себя и я действительно очень признательна ребятам потому что только через вас получается мое становление и мне мне действительно очень клёво что при помощи вас я научилась уже вот так вас вскрывать вот так вам показывать вас самих то есть еще раз ребят я повторюсь я не гуру я не какой-то предвидец я не колдушка я тот человек который срабатывает вашим триггером все кто приезжает вы все больше меня вы все глубже меня вы все шире меня просто вам не хватает какого-то вот этого щелчка момента мгновения вам них вот этой вот открывашки коров скрывает вас вас ларец огромный сундук и я как раз срабатываю этим ключом я просто ключик к вам самим и это здорово что я сейчас научилась подбирать к каждому этот ключик потому что когда вы вскрываетесь это просто это такой фейерверк это такой фонтан это действительно настолько клёво это настолько это настолько нужно этой плотности чтобы перейти в другую и это не про новые способности это не про новые возможности это про все когда вам позволено абсолютно все когда вы можете абсолютно все на каждом уровне знания и это абсолютно другие проработки когда вы это понимаете у вас столько столько пазла встает на место вы настолько становитесь плотными в этой плотности вам конечно же уже тяжело удержаться и наверное моя роль в дальнейшем уже будет как как показать вам как жить с новым с новым собой потому что это действительно то есть вы славливаете эти инсайты постоянно каждый день просто мозг их блокирует потому что это ему неудобно и чтобы эти инсайты осознанно возможно этого я и делаю живые встречи то есть ретриты это вскрыв кривашки до марафоны это про то что как нам жить повседневной жизни в том состоянии в котором мы есть достаточно комфортно как нам жить в изобилии это про марафоны они вас ставят славлю вот ваш баланс где бы вы ни находились ретриты это вскрытие нового себя ретриты это продолжение твоего рода в тебе продолжение всей твоей генетической структуры всей твоей днк раскрытия в себе а живые встречи это как раз про то чтобы вы укреплялись укреплялись в своем новом состоянии укреплялись в новом себе потому как в этой плотности вас постоянно выбрасывает вы начинаете быть как нет мира сего о это уже не интересно это уже не хочу А это зачем? Теряется смысл многих вещей, и чтобы вас вообще не откинуло в никуда, чтобы вы не остались где-то между. Как раз и я стараюсь по возможности проводить эти встречи, чтобы ответить на ваши вопросы, чтобы вы ещё больше закрепились в этом состоянии, чтобы вы понимали, для чего вам здесь, чтобы что. Да, ребятки, задавайте вопросы, и я с огромным удовольствием вам ещё поотвечаю. Я не очень понимаю, как идёт эфир, потому что я вижу, что он очень тормозит. Здесь как бы, видимо, не очень хороший интернет. Я сейчас не понимаю, меня вышибло или эфир продолжается. 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 Видимо, у меня там что-то. Да, ребят, задали мне вопрос, что вы делаете на ретрите. Тормозит. Что мы делаем на ретрите? Ну, во-первых, я могу сказать, что у меня ребята, которые в закрытом клубе, я их выводила на связь в прямом эфире. И они у меня были ежедневно, ну, где-то около часа, они были с нами на ретрите. Вот. Это было три дня. Три дня подряд у них сохранились эти эфиры. Они могут их пересматривать в любой момент. И я думаю, что это тоже как один из моментов, когда они могут понять, насколько им это нужно, насколько им это удобно, насколько для них это интересно. Тот формат, который преподношу я. Вот. Что мы делали на ретрите? Ну, наверное, это были, большей частью, конечно же, это были разговоры, это были практики, практики гвоздестояния. Но это не простые практики гвоздестояния. Это не через силу, это через энергию, которая, через выход энергии. И я сделаю обязательно ролик, то есть я выложила в одну из соцсетей, много сториз повыкладывала, но, наверное, не все подписаны на все соцсети. Я обязательно приеду домой и пособираю эти ролики, выберу на это время. Просто времени катастрофически не хватает, даже если не спать. Поэтому я, конечно же, выберу время, соберу вам эти ролики, чтобы вы хоть немножечко там посмотрели, как у нас что проходило. Но это, конечно, очень здорово, очень круто, такие трансформации были. Конечно же, был шаманский бубен. Конечно же, была у нас практика в клеточке. Мы разбирали клеточки, все смогли увидеть эти клеточки. Кто-то смог пересобрать какие-то моменты. У кого-то сработали инсайты. То есть кто, например, на предыдущих ретритах не смог это увидеть, то на этом ретрите просто были огромные удивления у людей. Как так получилось? Почему это работает? Почему мозг не пускал это раньше? Где тот рубильник, который смог расслабить нас? И это, конечно же, здорово. Ребят, вопросов больше нет. Давайте я тогда у нас сегодня... Завтра у нас с ребятами уже прощание будет. У нас практически все из других городов прилетели. Поэтому я тогда с вами прощаюсь и побуду еще немножечко с ребятами. Я вас всех обнимаю. Я вам... Продолжение следует...